Всем привет! Это мой праздничный, предпраздничный влог. Начала я его снимать неожиданно для себя и поняла, что я никак не поздоровалась, никак ничто не записала, чтобы начать, чтобы логично начать этот влог. Вот, поэтому выхожу я к вам на связь в самом начале 28-го числа, хотя начала я снимать влог 26-го числа. Вот, вчера у меня уже был день рождения. Я постаралась что-то там поснимать и хочу еще сегодня поснимать, потому что у меня такой, так скажем, второй день дня рождения, поэтому приятного просмотра! Все, я наконец-то вышла от колориста, до буквально высотой не сделали. Иду сейчас за материалами и, может быть, доеду до золотого яблока. После окрашивания волос прошлась еще по магазинам, мне нужно было что-то купить для работы и просто так в золотом яблоке. Для работы я взяла такой набор от Бровхена, это Хна, набор Шатен. Я раньше очень много лет работала на Бровхене, потом перешла на Зара Бров, но, к сожалению, Зара Бров как-то очень проблематично купить, и я обратно возвращаюсь на Бровхена. И взяла вот такой вот воск для удаления нежелательных волосков в зоне лица. В салоне, где я окрашиваюсь, взяла такую краску от Estelle. Это единственное оттеночное средство, которым я пользуюсь. Это маска в оттенке 10-6. В золотом яблоке я взяла такой восстанавливающий крем для лица от Darling. Консилер от L'Oreal. Очень много видела на него отзывов хороших, положительных. Взяла в таком вот оттенке. Не знаю, попробую, скажу свой отзыв. И взяла для окрашенных волос шампунь Inside. Опять у меня потянулась к нему рука. Походила, посмотрела. Ничего другого, что-то я не захотела брать. Взяла в маленьком размере. На всякий случай, если вдруг мне приспичит еще что-то попробовать. Вообще всегда берите в маленьком объеме, если не знакомы с продуктом, если есть такая возможность. И плюс вот этот шампунь, он достаточно густой, и он экономично расходуется. Поэтому мне вот такого даже маленького формата хватает достаточно надолго. Поэтому как-то так. Так, ну что, у нас с вами уже новый день. Я иду на работу с утра. У меня еще сегодня по планам надо теперь сделать педикюр. И себе брови. Вот. Специально не красилась. Чтобы не смывать. Усоветь. Холодно вообще. Не помню раз такого в июне. Так, я еще не до конца отработала. Но у меня завтра педикюр. Поэтому я уже практически прибежала. Ну что, я сделала себе брови. Я сходила на педикюр. Освободилась я раньше, чем планировала. И решила зайти домой, чуть-чуть отдохнуть. По дороге купила клубники. Сейчас буду есть клубнику. И смотреть что-то на ютубе. Потом пойду опять на работу. После работы я хотела еще убраться. И потом, собственно говоря, все. А завтра день рождения. Доброе утро. 27 июня. На дворе. И это мое день рождения. Обожаю ромашки. Это вот мой педикюр. Это мой маникюр. А это я. Да, я еще в таком вот виде. Я практически только проснулась. Еще не кушала. Сегодня у меня по планам позавтракать сейчас. Первым делом. Поехать к родителям. А после я собираюсь с девочками в ресторане. Хочу посидеть, выпить льна, поболтать. Вот такие вот планы на сегодня. Честно, нет праздничного настроения. Впервые, мне кажется, на мое день рождения. На улице дождь. Ну, может, когда-то там в детстве еще было. Но в осознанном возрасте вообще никогда. Странное ощущение. Обычно солнышко. Жара. Это самое холодное день рождения в моей жизни. Вот чтобы было 20 градусов 27 июня, я никогда не помню такого дня. Дождь, может быть, и был, но такого холода никогда не было. Что-то, конечно, солнышко проглядывать пытаются, но вряд ли, вряд ли что-то с этого выйдет. Сейчас едем к моим родителям. Из-за того, что я поздно ставлю, мы или позавтракали. Ну, где-то собирались долго. И решили сразу поехать к моим родителям. Это, кстати, наш стадион. Там проходил чемпионат мира. Электробус. Физ-академия у меня там подружка училась. Часто там бывала. И небольшой кусочек маман-кургана. 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 Какие красивые цветы. Лилии и гладиолусы. Невероятно красивые. Я уже собираюсь к девчонкам и хочу показать, что я использую при сборах. Так, для волос. Шампунь от Insight. Для сохранения цвета окрашенных волос. Маска от Davines. Когда мою голову, использую эту расческу от Jeng. И когда сушу, тоже иногда ее использую. Для тела. Это такой скраб от Clorance. Классный скраб. На него, правда, сейчас цена какая-то заоблачная, неадекватная. Но в целом он прям хороший. Кожа после него действительно напитанная. Классная, подтянутая. Структура такая у этого скраба, прям маслянистая. Если вдруг вам не жалко денежек, попробуйте обязательно. Дальше я использую мыло от Zelensky. И переходим к лицу. Первое, что я использую, это гель для умывания от Levrana. Не скажу, что я в восторге от него. Но в целом хороший. Дальше я использую тоник от La Roche-Posay. Тоник мне нравится. Единственное, что я видела очень много обзоров, что у него не очень хороший состав. Я сейчас нанесла тоник. И хочу еще использовать маску тканевую. Вот эта фирма, она мне прям понравилась. Попробовала разные варианты от этой фирмы. Но мне зашло. Вот это прям совет. Раньше она по скидке стоила в районе 50-60 рублей. Сейчас она со скидкой в районе 80-90 рублей. Ее можно урвать. Эта маска заслуживает вашего внимания 100%. Под конец у меня уже камера упала. Свечка красивая. Да. Кстати, если сейчас зажечь, можно сфоткать красиво, как ты ее задуваешь. Давай. А то там просто видео. Ну, девушки, можете нам зажечь свечку? Для фото. Давай. Мне кажется, глаза не... Дома такая красотень с утра. Ромашки. Это мне девчонки вчера подарили. Нишнятина. Дома вчера ехала, как Киркоров, с цветами, с подарками. Приятно, конечно, просыпаться, когда у тебя так много цветов. У меня еще на кухне цветы стоит. С такими баулами на бассейн. Света перестала ромать. Сегодня у нас второй день моего дня рождения. Мы поехали на турбазу почирить на бассейне, посгорать немножечко. Ну, конечно же, в дорогу. Вкусная точка. Я, кстати, всегда себе беру, как у меня булочка называется. Булочка. Возьми мне булочку, как обычно. Вот так вот называется. Я даже гадаю, что за булочка. Короче, чизбургер без лука и с максимальным количеством... Это безумно вкусно. Приехали, а тут вот, что началось. Ну, ладно. Все, мы загорались, насколько это было возможно сегодня. Насколько это позволила погода. Выдвигаемся домой. И чуть позже я еще с подружкой хочу выпить кофе, встретиться. Такие дела. Я уже собралась на встречу с подружкой. Шорты, джинсовая рубашка, потому что вечером достаточно холодно. Футболка. Так вот выглядит мой лук. Я уже спускаюсь к подружке. Сейчас будем пить кофе, много разговаривать. А с вами я прощаюсь. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока-пока.